Я Алексей Ницца, мы продолжаем серию видеоуроков о визуализации данных на карте. Сегодня я покажу, какие возможности есть у сервиса карты DB. В прошлом видеоуроке мы уже скачали и загрузили данные, а сегодня займемся непосредственным визуализацией и посмотрим различные настройки. В моем профайле на карте DB у меня уже есть одна таблица с данными, это МФЦ России, многофункциональный центр получения государственных услуг. При желании таблицу можно с легкостью удалить, нажав на крестик. Также нажав на плюс, мы можем загрузить еще один набор данных. Нажимаем на название набора данных и переходим в табличный вид, с которым мы работали в прошлый раз и проверим, есть ли данные в столбце с геометками, после чего переключаемся в MapView, в котором наши данные автоматически наносятся на карту. По умолчанию мы видим такую визуализацию элемента, которую мы сможем изменить. Начнем с того, что поменяем подложку, то есть вид отображения карты. Здесь есть достаточно много предустановленных вариантов, которые позволяют уйти от привычных видов карты Google или Яндекс. Для продвинутых пользователей есть возможность загрузить собственную подложку. Справа есть панель инструментов, где я выберу Wizards, основной раздел изменения отображения данных на карте. Карта ДБ имеет несколько предустановленных вариантов отображения данных. Сейчас это вариант Simple. В первую очередь можно поменять вид маркеров и выбрать нужное из встроенной библиотеки. Также можно загрузить свой. Далее мы можем поменять цвет отображения маркеров, их прозрачность и размер. При нажатии на маркер на карте открывается окно с информацией. По умолчанию никакие данные не выбраны, поэтому я сам включаю ту информацию, которая будет отображаться при нажатии на маркер. Здесь я просто включаю те столбцы общей таблицы, которые будут отображаться. Например, включу полный адрес, количество окон в многофункциональном центре, сайт, телефон и адрес электронной почты. Для более корректного отображения информации можно изменить надписью. Также есть несколько предустановленных тем для всплывающих окон при нажатии на маркер. Это очень удобно и можно выбрать наиболее подходящий для вас вариант в зависимости от подложки карты. Для продвинутых пользователей можно сделать свой дизайн. Посмотрим другие предустановленные варианты отображения данных. Например, кластерное отображение, когда близко расположенные маркеры объединяются в один большой. Это удобно, если у вас много точек на карте. Также можно попробовать другие варианты, чтобы найти наиболее оптимальные для вашего типа данных. Остановимся подробнее на варианте intensity, интенсивность. Там, где точек больше, мы видим красное скопление. Там, где точек мало, цвет светло-желтый. Такой тип визуализации очень наглядно показывает территориальные единицы России, где количество многофункциональных центров больше, а значит, где расположены большие города. Также можно попробовать посмотреть вариант отображения плотности данных. Вернемся к первоначальному простому варианту, который показывает расположение МФЦ с помощью точки, при нажатии на которую человек сможет увидеть всю информацию. С помощью такой карты теперь проще найти МФЦ в своем городе. Для этого нужно просто в поисковой строке ввести название города, и карта сразу покажет те многофункциональные центры, которые есть в нужном городе. Таким образом, с помощью сервиса карта.дб мы визуализировали табличные данные и получили удобные для использования карту. Следующий видеоурок будет посвящен тому, как поделиться созданной картой, а также как встроить ее на свой сайт. Субтитры создавал DimaTorzok